Здравствуйте, многоуважаемые зрители канала Заметки Нумизмата! Приветствую вас на канале и сегодня давайте поговорим на такую интересную, наверное, тему и важную, как редкость, распространенность монеты червонец 1923 года, чаще называемые в обиходе сеятелем из-за изображенного на ней фигуры сеятеля. Монета известная, популярная, в 70-80-е годы выпускались новоделы этой монеты с новыми датами, но старым изображением и гербом РСФСР, как и на монете 1923 года. Но ведь советская власть чеканила червонец, казалось бы, именно для насыщения обращения. И монета должна быть весьма частой и встречаемой, такой же, как 50-копеечные монеты, полтинники 20-х годов, которые есть, наверное, чуть ли не в каждой семье, да и рубли 20-х годов, тоже монеты, встречающиеся, хоть и в невысоком качестве. Уж не говорю про серебряную мелочь, которая много и которая стоит весьма недорого. А вот оригинальный червонец 1923 года, монета редкая, дорогая. Цены на монеты в сильном состоянии колебятся в районе там от 160 до 300 тысяч рублей. В зависимости, конечно, от реального состояния и эстетических особенностей монеты. Потому что даже примерно одинаковом состоянии монеты все же могут выглядеть несколько по-разному. Почему такие цены? Почему они настолько высоки? Они выше, чем даже на самый редкий тиражный десятирублевик Николая II с даты 1910 близки по цене к наиболее доступному десятирублевому империалу Александр III 1894 года. Но эти монеты выпускались очень небольшими тиражами. Почему же червонец 1923 года столь же редок? Может быть, его запасы по-прежнему хранятся где-то в госрезервах? Эта монета не попала в обращение и по этой причине остается редкой? Или, как ранее часто говорили, тираж этой монеты был отправлен за рубеж, переплавлен. И это служит причиной ее редкости. Но скорее всего причина проще и тем интереснее, наверное, судьба этой монеты. Последние исследования моих товарищей дали неожиданный результат. По архивным документам значится в соответствии с приказом, подписанным членами политбюро ЦК и генеральным секретарем ЦК партии, товарищем Сталином. К чеканке в 1923 году была утверждена партия лишь в 100 тысяч золотых червонцев. Ничтожно маленькая партия на самом деле. Учитывая, что действительно часть этих монет попала в обращение, понятно, что на сегодняшний день в коллекциях может находиться совсем немного золотых червонцев с датой 1923. Могли ли быть более поздние дочеканки? Ну, возможно. Причем как еще в те довоенные годы, так и позже. Но все равно эти дочеканки носили локальный характер, массовыми не были и на количество червонцев с датой 1923 год принципиально эти дочеканки не повлияли. Поэтому имейте ввиду те, у кого все-таки червозицы 1923 года в коллекциях есть, вам не надо беспокоиться за возможное обесценивание этой монеты, как случается иногда с какими-то монетами, вдруг неожиданно найденными в больших количествах, хотя ранее считавшегося редкими. Червонец в 1923 году действительно очень редкая монета, утвержденная к чеканке в 1923 году, в количестве всего 100 тысяч экземпляров. Но как быть с данными о том, что в 1923-1924 году в монетном дворе было начеканено около двух миллионов золотых монет? И ранее во всех изданиях так и значился тираж червонца 1923 года с цифрой выше полутора миллионов или до двух миллионов штук. И здесь, ответ, вероятно, очевиден. Подавляющая часть этого тиража пришлась на монеты царского образца в 1923-1924 году. Петроградские монеты двор, чеканя, золотые монеты, имперского образца для наполнения именно этими монетами обращения в стране. И лишь крайне небольшим тиражом, в 100 тысяч экземпляров, был очеканен тот самый червонец, на который чаще всего исписывали известный тираж. Итак, еще раз, те, кто имеет в коллекциях червонец с датой 1923. Поздравляю вас, у вас действительно редкая ценная монета, большое количество которой никогда не будет найдено в каких-то резервах или в иных источниках, так как монета действительно очеканена очень небольшим тиражом. Ну и спасибо исследователям, которые наконец-то сейчас пролили свет на тираж этой монеты. Более подробно можно прочитать в издании Петербургский коллекционер. Смотрите форум канала, я думаю много полезных открытий в этом для себя найдете. Большое спасибо за внимание и до следующих встреч на канале Заметки Нумизма.